Здравствуйте, друзья! Меня зовут Елена. Я рада вас приветствовать в Музее современной истории России на выставке «Календоскоп коллекции. Раритеты музейного собрания». На выставке представлены уникальные предметы декоративно-прикладного искусства из фондового собрания музея. Шедевры из фарфора, дерева, камня, стекла. Многие из них в разное время были подарены руководителям советского государства. В рамках музейного проекта «Семейные истории» мы узнаем о самых интересных экспонатах выставки, а в заключении вас ждет серия творческих мастер-классов. Третий мастер-класс посвящен акварельной живописи, а рисовать мы будем сороку, изображенную на одном из фарфоровых сервизов. Перед вами фарфоровый сервиз «Ротшильд», выполненный на мануфактуре «Херренд» в Венгрии. Мануфактура была основана в 1826 году и сразу же привлекла внимание ценителей классического фарфора. Популярности данному бренду придавал и тот факт, что в числе его почитателей был император Франц Иосиф, английский король Эдуард VII, российский царь Александр II и Николай II. Яркий пример продукции фабрики «Херренд» – сервиз «Ротшильд». На сервизе изображены 12 разных птиц. Орнамент создан по заказу баронов Ротшильдов. Он иллюстрирует одну интересную семейную легенду. Однажды баронесса Ротшильд потеряла свое любимое колье, а позже нашла его висящим на ветке дерева в своем саду. Эта птица унесла его через распахнутое окно. Чтобы супруга не опечалилась, барон Ротшильд заказал для нее сервиз с изображением птиц. А художники, зная семейную легенду, изобразили птиц, играющих с украшениями. А сейчас я вас приглашаю в творческую мастерскую, где мы нарисуем в технике акварели сороку с фарфорового сервиза «Ротшильд». Друзья, сегодня в мастерской мы будем заниматься акварельной живописью. Нарисуем сороку с фарфорового сервиза «Ротшильд». Для работы нам понадобятся следующие материалы. Лист акварельной бумаги формата А4, простой карандаш, ластик, акварельные краски, палитра, две кисточки белка номер 8 и номер 4. Подготовьте емкость с водой и бумажные салфетки. Также вы можете использовать планшет для закрепления листа, чтобы он не деформировался во время работы. Либо можете использовать бумажный скотч и приклеить лист к поверхности стола с помощью скотча. Все готово, давайте приступим к работе. Простым карандашом посередине листа нарисуем сороку. Будем рисовать поэтапно. Сначала в центре нарисуем небольшой овал. Вот с таким небольшим наклоном. Не рисуйте слишком большой овал, чтобы у вас поместилась голова и лапки сороки. Теперь сверху овала нарисуем круглое лицо, голову сороки. Вот так. Теперь соединим голову и туловище плавными круглыми линиями. Лишние линии внутри сразу стираем. Теперь от шеи сороки проведем плавную закругленную линию вниз. Немного срезая верхнюю линию овала. Вот так. И дорисуем ее вниз. Это будет хвост сороки рядом. Нарисуем еще одну линию и соединим их внизу вот таким треугольником. У нас получился хвост. Верхнюю линию овала мы тоже стираем. По середине верхней линии овала нарисуем крыло сороки. Вот такой треугольной формы с плавными очертаниями. Линию внутри стираем. На голове дорисуем небольшой клюв и глазик сороки. В клюве у меня сорока будет держать маленькую веточку с листочком. Теперь нарисуем небольшие лапки. Сорока будет сидеть на ветке дерева. Поэтому возле лапок нарисую вот такой большой ствол. И от него еще небольшие веточки. Сорока почти готова. Давайте нарисуем на крыле небольшое пятнышко по центру. И также круглое пятнышко на шее у сороки. Сорока готова. Теперь будем работать красками. Отготовьте акварельные краски, кисточки, емкость с водой, палитру и бумажные салфетки. Для начала закрасим фон нашей работы. Для этого возьмите большую кисточку. Фон у меня будет желтого цвета, но не слишком яркий. Поэтому на палитру я добавлю немного воды и желтую краску. Наносим немного желтой краски на лист. И начинаем вот такими движениями размывать вниз. Работаем сверху вниз. Ведем капельку желтого цвета кисточкой вниз. И закрашиваем весь фон вокруг сороки. Продолжение следует... Добавим еще капельку желтого. И закрасим лист с другой стороны. Мелкие веточки можете закрашивать, мы нарисуем их сверху фона. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Фон готов. Теперь подождите, пока ваш фон хорошо высохнет и можете приступать к сороке. Сорока мы будем разрисовывать маленькой кисточкой. Сорока будет черно-белая, как на сервизе. Голова будет черная, клюв черный, хвостик и лапки. Возьмем на кисточку черную акварель. И так же, как мы раскрашивали фон сверху, начнем раскрашивать голову. Вот такую небольшую капельку черного цвета добавим и будем ее растягивать кисточкой вниз, не закрашивая глаз. Теперь закрасим клюв. На клюве оставим посередине маленькую белую линию. Теперь черным закрасим хвост сороки. И маленькие лапки. Туловище сороки будет черно-белым. Внизу линию проводим черным цветом. Делаем черную яркую линию. И теперь будем ее размывать. От черного к светлому. Возьмем капельку воды на кисточку. Вот такими движениями начнем размывать эту линию. Помоем кисточку, добавим еще чистой воды. И снова начнем размывать. Она становится все светлее и светлее. От черного цвета к серому и к белому. Теперь закрасим крыло. Можно использовать другой цвет, например, темно-синий. Или фиолетовый. Я смешаю синий цвет на палитре и черный. Закрашу крыло вокруг, оставляя белое пятно. Х 거예요. СIO. Получается. Хорошо. Хорошо. С помощью сухой кисточки уберу лишнюю краску и воду. Белое пятно тоже немного закрашу, вот такими движениями растушую синюю краску. Слегка затонирую белое пятно. Слегка затонирую белое пятно. По краям крыла еще добавлю более темный синий цвет. И водой растушую, чтобы у нас не было четких границ. Теперь раскрасим ветку, на которой сидит сорока. Я буду использовать разные оттенки коричневого цвета. Буду смешивать разные цвета прямо на листе бумаги. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Аккуратно закрашиваю ветку возле лапок. И теперь раскрашу маленькие веточки вокруг. Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Используя разные оттенки коричневого, наши веточки получаются объемными. И не забудьте разрисовать маленькую веточку в клюве у сороки. Фон уже высох и на нем тоже можно нарисовать разные элементы. Я, например, нарисую веточки с ягодками. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова И теперь нарисую на них красные ягоды. Вот такие ягоды разного размера, большие и маленькие. Продолжение следует... В завершении нарисую зеленые листочки на веточках и на дереве, на котором сидится рука. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Кулакова В следующий раз Продолжение следует... Листочек на маленькой веточке в клюве. И листочки разного размера на ветках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Кое-где сделаю контур у сороки, чтобы она была поярче. Маленькой кисточкой черным цветом нарисую контур на голове. И кое-где на туловище у сороки. Выделим контуром крыло. И хвостик. Сорока сервиза Ротшильд готова. Друзья, мы на мастер-классе нарисовали сороку сервиза Ротшильд. А я приглашаю вас в Музей современной истории России на экскурсии и творческие мастер-классы. Ротшильд готова. Ротшильд готова. Ротшильд готова. Ротшильд готова. Ротшильд готова.